здравствуйте дамы и господа баронеты и баронессы приветствую вас это просто катастрофа я пыталась записать видео но у меня говорила говорила пять минут у меня естественно все телефон значит написал что произошла ошибка ничего не записалось но думаю ну ладно хотела в принципе стрим делать но думаю когда стрим идет очень много воды и при том что мне сейчас будет муж звонить скоро и может все это опять обрубиться ладно как пойдет так пойдет давно я уже обещала делать видео про вот такой парфюм и про этот бренд боже мой а еще и камеру не протерла впереди позже давайте протерем все может камера сейчас все хорошо покажу ладно есть еще такой дом но вы должны знать что это конкуренты вот это два конкурента фарина и 4711 это два огромных конкурента проблема в том что разработал оригинал и а.д. колонь фарина вот ведь 1709 года это вот такой парфюм 6 миллилитров у меня есть это не куплено это в общем у фарина есть музей бренд это музей и производство и и на русском вот чуть теперь языкать потому что весь этот был прошел когда я вам рассказывала которая не записалась дело в том что значит фарина это первый в мире бренд вообще первый в мире бренд вы должны запомнить ну это данные почерпнулась с экскурсии по этому музею первый бренд другого никак такого нет по-моему нигде это не написано не векопедии нигде но в общем то вот так вот она я хотела сначала рассказать вам про кельн почему вообще это и почему там все организовалось так кельн это самый известный город германия самое известное место в германии это кельнский дом кельнский дом собирает огромные просто при огромной деньги это самая известная историческая достопримечательность германии который приносит просто колоссальные деньги значит я там была в этом кельнском доме была наверху, на колокольне, была внизу сокровищница. Там можно покупать два билета. Один на колокольню, другой сокровищница. Ну, в церковь заходите, смотрите. Потрясающие витражи. Потрясающие витражи, ну, я как бы смотрела документальный фильм на немецком языке. И там сказали, что вот эти, значит, секрет витражей, вот как вообще эти стеклышки делали до сих пор, они неизвестны. Этот секрет. Ну, и там же восстанавливают, значит, эти реставраторы. День содержания Кёльнского собора обходится Германии 20 тысяч евро. Ну, это тоже подчеркнуло из этого видео. Но он-то обходится-то дорого, но прибыли, которые он приносит городу, просто колоссальные, потому что там все завязано на этом Кёльнском доме. Строили его просто тоже очень долго. Почему его строили так долго? Во-первых, если вы строите такое высотное сооружение, то там должен быть просто фантастический фундамент хороший для такого высокого сооружения. До сих пор даже, например, все удивляются, как вообще этот собор стоит, потому что у него просто отличный фундамент. Дело в том, что многие не знают, но Кёльн он вообще стоит типа на вулкане. Там же есть эти воды и купальни, которые еще были. Ну, знаете, там римские солдаты еще купались с тех великих времен там, как сказать, римской империи. Вот. И, значит, Кёльн он стоит на вулкане. Там землетрясение, там постоянно что-то двигается. Естественно, и Кёльнский собор там находится около реки, сами понимаете. В общем, там секреты до сих пор там может и разгаданы, может не разгаданы, но, в общем, фундамент под этим собором очень долго строился. Вот. Дело в том, что, например, китайцы, да, они не умеют строить фундаменты. Еще лучше, кто хорошо делает фундаменты для высоток, это немцы. Ну, еще американцы, скорее всего. Вот. Но там немцы, американцы, это примерно одно и то же. Как бы техническая школа. Все эти высотки, которые строятся, значит, в Арабских Эмиратах, там все немецкие фирмы были подвязаны. Поэтому, знаете, китайцы там построят высотку, она у них падает. Они не умеют фундаменты строить. Потому что это очень дорого. Ну, кто интересовался, как строили этот самый высокий дом сооружения в мире, ну, в общем, есть документальные фильмы, и показаны, как вообще рулься этот фундамент, как он все делал. Он строился тоже долго. При том, что, типа, мы типа считаем, что мы ох, как чего многого достигли, но нет. Вот. Даже по документальному фильму, который, значит, посвящен Кёльнскому собору, намного подчеркнуть можно, что, дескать, просто это какое-то чудо света, реально оно чудо света. Меня лично потрясла не сам собор, ну, сам собор-то, да, он потрясающий, но мне еще потрясла сокровищница этого Кёльнского собора. Своими сокровищами, какие-то ювелирные украшения, все эти, значит, парадные костюмы священнослужителей, очень красиво. Но мой муж, он не дает насладиться всем этой красотой, ему быстрее, быстрее, давай, давай, потому что, Надя, за один день мы должны были посмотреть там много чего. Но дело в том, что я понимаю его, да, для него это все обыденность. Ну, как бы для нас, например, это все потрясающе-то необычно, да, но каких-то вещей, которые потрясают, например, немцев в России, нам это кажется обычным. То же самое для них. Вот я, например, хожу по своему городу, вроде он не такой красивый, но я всегда нахожу какие-то детали, мне это потрясает. Они этого не видят, я вам сразу говорю, они в этом родились, они этого не видят. Вот, значит, и когда, значит, мы были с нашей родственницей, он решил показать, это был как раз Рождество, вот эти рынки показали мои рождественские, ей все понравилось. Этот собор, значит, посетили наверху, ну, естественно, там вандалами расписан, там его постоянно восстанавливают, он постоянно в процессе реставрации, ну, как я сказала, 20 тысяч евро каждый день обходится содержание этого собора, но он приносит огромные, просто колоссальные, значит, деньги. Ну, правильно, там сувениры закажут в Китае, которые стоят один цент и продают его уже по 15 евро или что-то в таком духе. Там просто во время Рождества там все прям просто этот собор забит, там эти экскурсии со всего света, со всего мира, и французов там автобусами привозят, и немцев автобусами привозят, и детей, и школьников, и студентов, ну, в общем, студентов вряд ли, школьников, потому что мы там были, там французов очень много было, ну, это недалеко уже Франция рядом с Кёльном. Вот, летом я там не была, но все время почему-то зима, какая-то осень. Далее, значит, почему я так рассказываю про этот Кёльнский собор? Ну, потому как, ну, такой грандиозный город для своего времени был, для средневековья, и как бы, ну, вот, 17-18 веков, ну, как бы и сейчас, вот, привлекает внимание, и там очень много фирм находится, значит, Туссельдорф, Кёльн, там очень много фирм знаменитых находится, и вот это, бренд Фарина, Фарина, музей, и мы купили, муж купил билеты, заказал у музея на интернете, там, по-моему, 5 евро стоит, а они сейчас поменяли, за 4 года, по-моему, сайт, и, в общем, на русском языке он есть. Когда мы заказывали, там было написано экскурсии на таком языке, экскурсии на немецком, экскурсии на русском, по-моему, раз в неделю проводится, ну, в общем, как-то надо заказывать, значит, экскурсы для 20 человек, стоит, по-моему, 100 евро, что-то вот так, в последнее время я там посмотрела. Так, музей находится недалеко, вот этот вообще, он вообще, по-моему, находится рядом с этим, с собором недалеко, но это вот, они конкуренты, в общем, вот этот украл, значит, формулу у Фарина, там война такая еще была, очень долгая, длинная, вот этот, значит, музей находится недалеко, недалеко от Кельнского собора, по-моему, идти, я так понимаю, на юг, на юг, речка, на юг идти, все на сайте написано, как дойти, в общем, карты есть, и все со смартфонами сейчас ходят, в принципе, можно даже у людей спросить, они покажут, куда, чего, зачем, но если это не турист, нам показали, мы дошли, недалеко, минут, наверное, 10-15, но они пишут, от ЖД вокзала, по-моему, 15 минут идти, недалеко, ну, просто я вам наводку дам, там, напротив, значит, музей Фарина, там находится этот, мэрия, мэрия, в общем, ну, какой-то участок мэрии находится, мы просто туда зашли, в туалет, вот, в туалет мы туда ходили, по-моему, при музее, что-то там, то ли был туалет, то ли не был, ну, в общем, что-то нам сказали, идите вон туда, и мы пошли, и в этой мэрии туалет бесплатный, мы туда пошли, а он напротив, через дорожку, что там, 10 минут, ну, 10 минут, 10 метров, перешел, и, в общем, там мы сходили в мэрию, в туалет, там бесплатный туалет, но в мэрии бесплатный все туалет, вот, наводку вам даю, мы туда пришли, значит, группа, наверное, человек, да, 10 было, наверное, 15, может быть, была, экскурсия была, естественно, на немецком языке, мы показали билеты, нам сказали, значит, вот, идите наверх, очень старое здание, естественно, это престариннейшее здание, оно кажется таким просто грандиозным на фотографиях, нет, оно очень маленькое, наверное, производство где-то в каком-то другом месте, где-то они сказали, что там недалеко где-то есть, я тут прочитала, что, дескать, ну, типа, это, значит, класса люкс, там у них парфюмерия, скорее всего, да, потому как, там очень много природных компонентов, там не синтетические, а именно природные, вот, заходите, очень старинное, ну, там должно быть, все на старине, сейчас зарабатывают, в общем-то, все такое старенькое, пристаренькое, заходите на второй этаж, нам говорят, идите, садитесь, там, значит, такие стульчики, и вы сидите, ждете, значит, лекции, когда группа, значит, все собралась, у них все, это приходит, пришел мужчина, он разговаривал, с нами на немецком, экскурсия была на немецком, значит, и вот, ему, конечно, не понравилось, что это переводило на русский язык, он такой, они так на нас смотрели, значит, очень странно, я говорю, типа, извините, я вот перевожу, ну, человеку тоже должно быть понятно, куда, чего, зачем, он такой, ну, ладно, ясно, понятно, значит, типа, уже потом на меня вот так вот не смотрел, а то думает, что ты там шебурчусь, шепчу, шепчу, вот, поэтому, если бы я, например, это все слушала на немецком, переводила на русском, наверное, у меня в голове-то больше всего осталось, потому что, как бы, переводческий труд, он, как бы, ну, это тяжело, вот, надо же быстро все схватывать, и быстро переводить, вот, и как бы, мозг уже другим занят, вот, ну, там есть гардероб, в общем-то, раздевайтесь, хотите, в общем, раздевайтесь, и, значит, вот, нам сначала на втором этаже, что-то он там рассказывал, как-то, вот, про этого, значит, Джани Мария Форина, но он из Италии, давайте вам прочитаю, вот, что нашла, ну, вот, родина одеколон является Германии, точнее, город Кёльн, поэтому иногда можно услышать название Кёльнская вода, я, в принципе, эти ссылки прикреплю, если они прикреплятся, прикреплятся, прилепится, в общем, к инфобоксу, это прилепится, кто смотрит в инфобокс, мало кто смотрит в инфобокс, он смотрит в комментарии, ну, если присоединяться, то присоединю, потому что иногда не присоединяется, одеколон французское слово, но согласитесь, логично было бы дать изобретению немецкое название, это историческое невязко, объясняется достаточно просто, оказывается, изобрел одеколон итальянц, Жованни, Мария Фарина, давайте посмотрю, кто такой, значит, в русском интернете, в Викопедии, этот замечательный человек, я помню, что он нам говорил, что он, типа, дескать, мотался туда-сюда, и не знал, куда приткнуться, вот, кстати, самое интересное, он жил очень долго, 80 лет для тех времен, я вообще потрясающе, но я вам сразу говорю, это маг, я алхимик, естественно, 80 лет в те времена, это как бы удивляет, одно вам сейчас скажу, что, вот я, насколько помню, смотрела лекции по Италии, есть потрясающие лекции по Италии, там сказали, что вот именно в таком спиртовом виде научились впервые делать венецианцы, это венецианское изобретение, потому что парфюмерия раньше была в маслах, а в спиртовой форме, это вот уже изобретение венецианцы, в Венеции, вот, так поэтому вот этот товарищ, он знал секреты вот этого всего, со своей Италии родины, так, биография, в 1709 году, вот как вот здесь и стоит, Фаринас основывается в Кёльне мануфактуру, сегодня старейшее парфюмерное предприятие в мире, ну да, это самое старое, именно брендированное предприятие, Фарина называет свои духи в честь новой родины, города Кёльна, а Деколон, это кёльнская вода, а Деколон, Калон это вообще Кёльн, ну типа, так он называется, боже мой, что у меня такое, надеюсь, это видео запишется, и мне и кто сейчас быстро не позвонит, и вообще, если будете там, ну, ставьте, смотреть записи, ставьте там на, настройках, какую хотите скорость, так, Кёльн становится известным во всем мире городом парфюмеров, в 18 веке, в 1808 году, в письме своему брату, по словам Вольтера, Деколон Фарины, способствует вдохновению, Гёть упоминает, Деколон, трагедия, Фаус, наследники Фарины, становятся поставщиками, двора английской королевы, Виктория, большинство монархов Европы, следует ее примеру, в архиве хранятся, более 50 титулов, дворовых поставщиков, Кёльн чтит память знаменитого парфюмера, статуя Фарины, украшает башни городской ратуши, вот этого я не знала, сегодня многовековую историю Деколон продолжает потомок Фарины, в восьмом поколении, который зовут Иоганн Мария, да, нам, кстати, показали Фолианты, не Фолианты, там, знаете, такие вот, как бы, вот такие бухгалтерские какие-то книги, они есть, и меня что поразило, вот они, ну, естественно, раньше были писцы, и они красиво всё выводили, это просто какое-то искусство, не то, как мы Куроряба пишем, да, очень красиво всё написано, там всё, прям, все эти бухгалтерские книги, все вот эти рецептурные книги, всё у них это есть, но нам одну показали, в общем-то, что-то там, я не помню, в подвале, не подвале это даже, а полподвал или подвал, куда нас заводили нюхать бутылёчки, вот, посещать этот музей, обязательно посещайте, если вы будете в Кёльне, обязательно сходите, ну, естественно, сейчас можно всё заранее заказать, вот, мне очень понравилось, проникаешься от атмосферы, и это вот, много что интересного узнаёшь, я, например, там из лекции узнала, что самый дорогой, значит, ингредиент в мире, это ирис, я как-то хотела рассказать вам про ирис, тут, кстати, ещё вышел документальный фильм про ирис, но запах, который даёт корни ириса, они фиалкой пахнут, типа такого, вот, и, по-моему, этот ингредиент самый дорогой, он у них тоже используется, какие-то парфюмы, я хочу сказать, что все-таки фу-фу-фу, бэ-бэ-бэ, ну, просто смысл тот, что, как бы молодёжь, она с этим не знакома, с такими вот парфюмами, поэтому примерно такой запах, периодически перезапуская, просто под другими названиями, вот, вот этот запах, например, кольской воды, он тоже классно пахнет, в общем-то, многие тоже просто не знают, но он классно, он по-современному пахнет, вот, а просто думать, а какой-то Бабкина, Бабкина, ничего не Бабкина, он вкусно пахнет, всё, так, что я хотела, так, про фарину мы узнали, что тут у нас интересного, так, я говорю, он долго, что-то я, по поводу вот его, я помню, что он что-то долго скитался, то он во Франции был, то в Италии, но вот он осел в этой, в этом Кёльне, у него там пошло и поехало, и попёрло, в общем, и почему попёрло, потому как Кёльн в то время был очень богатым городом, ну, извините меня, такой собор, отбабахать, это стоит грандиозные денег, его содержать, и, в общем, этот город был такой, как бы, ну, значимым городом в то время, даже вот по сказкам каким-то, по каким-то произведениям тоже улавливается, что вот этот город, он был очень значимым, ну, торговым, торгом гордо был, там денег было немерено, поэтому туда он ломанулся, приехал и всё основал, и всё у него хорошо пошло, насколько я помню, что успех ещё дал ему именно Наполеон, так, в своей весьма скромной парфюмерной лавке, которую он держал в Кёльне, в 1709 году он разработал рецепт ранее неизвестной душистой воды, оставшейся популярной и по сей день, вы знаете, что хорошо, ну, например, как здесь я прочитала, и нам тоже говорили, Наполеон, например, он покупал, может, это я увижу, да, сколько, в общем, он покупал чуть ли не 15 бутыльков вот этого вот воды, а в то время, сами знаете, что это всё делалось, во-первых, из настоящих природных компонентов, и это стоило дорого, а он там на себя лился, лил и лил, и, значит, на сахар лил, и горло полоскал, и весь чуть ли не в этом деколоне купался, а дело в том, что там вот такой вот маленький пузырёчек, нам показали, по-моему, он стоил, ну, сколько зарабатывал, например, какой-нибудь клерк в то время за один месяц, это просто были какие-то грандиозные, огромные деньги, а он там в пузырьках купался, каждый день чуть ли не по 15 пузырьков использовал, вот, и я, например, заметила, да, что вот когда вот протираешь виски, как бы на самом деле освежает, у вас голова проходит, в общем, да, есть лечебные свойства, раньше люди, как бы, деколону-то и лечились, ну, и спирт, в принципе, руки протирали, всё, и это обеззараживало вас, вы не заболевали, ну, тем более-то в то время такие грязнули были, а это Наполеон Бонапарт, он был вообще частюль или частюль, и вот как бы моду даже на чистоту это он ввел. Так, далее. Так, родина деколон является Германия, точнее, город Кель, поэтому иногда можно услышать название Кельнская вода, но деколон французское слово, но согласись, логичнее было бы дать запретение немецкое название. Это историческая неувязка объясняется достаточно просто. Оказалось, изобрел деколону, парфюмер из итальянского города Пьемонта Джанни Марии Фарина. В 1685 году небольшой итальянской деревушке Санта Мария Маджора родился будущий знаменитый парфюмерк. Когда Фарине стукнуло 20, он решил оставить родные края, отправиться на чужбину в поисках лучшей жизни, естественно. Сейчас, в принципе, Италия тоже не представляет такой, знаете, богатейшей страной, особенно Север, да, богатая, но сами понимаете, что Италия, она сейчас какая? Сейчас она не была такой. Это собрано из отдельных государств и государств. Это как и Германия, тоже собрали из кучи княжеств. Поэтому всегда было отличие. Север был всегда богаче, юга. Например, у нас тоже с юга Сицилии, там, с этих мест очень много в нашем городе живут итальянцы. Здесь дома покупают и работают. И он так же вот. Вот, прокатившись некоторое время по Европе, Фарина сел в Кёльне. Да, нам сказали, что он пытался во Франции, но у него ничего не получилось. И вот здесь у нас сел, где она начала заниматься торговлей. Своей лавки он продавал различные предметы обихода, в числе которых ходили духи. Тогда никто и не мог предположить, что в этой ничем не примечательной лавчонке будут писаться истории мировой парфюмерии. Нам еще говорили, что, ну, естественно, это не сейчас как. Ландшафт был другой рядом с Кёльной. Там были какие-то поля с какими-то цветочками, василечками. И типа тоже очень много собиралось тоже травок-муравок вокруг Кёльна, нам тоже говорили. Ну, какие-то там, видимо, другие были составы для других одеколонов. Уникальный состав был придуман в Фариной в 1709 году. Долгое время одеколон был известен только в родном городе. Свою популярность он обязан Семилетней войне в 1756 по 1863 год. Значительная часть германской территории была оккупирована французами. Ну, вот это Наполеон виновник того, что это стало известным в бренде. Однажды французские солдаты, проходя через Кёль, заглянули лавку Кафарина. Один из представленных товаров их очень заинтересовал, и было это, как ни сложно догадаться, необычайно ароматная вода. Ценители всего изысканного француза по достоинству оценили изобретение талантливого парфюмера. Она же называла, они же назвали новинку на свой манер «Оу-де-Кулон», что переводится с французского как «Кёльнская вода». Парфюмерное достижение Фарины стало очень популярным в Париже, откуда быстро разошлась по всей Европе. Сначала дико он был удовольствием редким, весьма дорогим. Приятный запах подчеркал престиж и особое положение в обществе. Так что пользоваться ими могли себе позволить только состоятельные люди. Ну вот я вам об этом и говорила, и нам тоже на экскурсии сказали. Одним из больших поклонников Кёльнской воды был Наполеон Бонапарт. Каждый военный поход императора обязательно брал с собой бутылочку с душистой жидкостью. Да там он не одну брал, там за ним ехала наверное огромная значит экипаж с водой. Но Наполеон был не дурачок. Во-первых, это да, он когда мылся, очищался, он от бактерий избавлялся, поэтому тоже хорошо и долго прожил. Причем императорский флакончик был сделан по специальному заказу. Благодаря особой форме его можно было поместить за отворот сапога. Потом вы должны понять, что это не сейчас штампует значит тук-тук-тук-тук-тук эти пузырьки. Это все делалось извините, вручную. Как бы поэтому многие даже собирают эти пузырьки. Ну, такие очень старые, старое стекло, старые пузырьки собирают, потому что это как бы тоже искусство считалось. Это все вручную делалось. Наполеон не просто наносил декол на одежды летело, он добавлял его в ванну. Да, вот видите, я беру там вообще купался в этом. Разбавляю с водой для полоскания. Да, это можно делать. Это спиртовой раствор с травками, муравками. Там же эссенция травок, муравок. В общем-то, я вам состав прочитала из чего. Вот, поэтому, да, вы можете сейчас тоже делать. Ну, и помогает укреплять организм, естественно. Все бактерии подыхали. В принципе, я вот показывала, я ладан зажигала это оманский. Ну, да, как сказать, все бактерии помирают, поэтому в церквях раньше ладан. И сейчас это как бы проводит дезинфекцию от людей, от бактерий. Поэтому, знаете, вот это вот все удивляются. Европа в дерьме, в говне погрязла, да, ну, а сейчас что? Сейчас вот это некоторые грязнули, проповедуют, значит, бодипозитив, знаете, не мойтесь, не брейтесь, не чешитесь, ну, и вот, а вы удивляетесь в то время. В то время, знаете, еще можно понять людей, в то время воду надо было носить, водить, возить, там, значит, ванну наполнять. Сейчас все у нас есть, но почему-то люди не хотят не мыться, а вот Наполеон практически из ванны не вылезал. То, что сам Наполеон является поклонником альдеколона сделала в воде неплохую рекламу. Теперь каждый, кто его использовал, шагал в ногу за вкусами императорского двора. До начала 30-х годов 19-го века альдеколон имел невероятный успех, его аромат считался самым прессивным. Вот я сейчас нанесла, а мне прям такая свежесть прямо в голове. Престижно, но вскоре научные достижения потеснили альдеколон солидирующий позиции в парфюмерном мире. В 30-х годах 19-го века научились помощью растворителей получать душистые вещества из масел. Благодаря этому методу производство духов значительно удешевилось. Ранее духи считались роскоши доступной только элите, но теперь, когда их могла позволить себе значительная часть публики, престиж парфюмов сильно упал. Альдеколон также перестал считаться элитным продуктом. На фоне многократно увеличивающегося объема производства цена постоянно снижалась. Вскоре за адеколоном окончательно закрепилась печать дешевки. Он приобрел большую популярность среди младших клерков среднего класса, представители которые применяли его только для гигиенических целей. В 60-х годах 19-го века объемы продаж достигли невероятных высот в одном, только Кельня открылась более 60 магазинов и лавок, которые можно было приобрести адеколон буквально с копейки. Причем торговцы содержащие эти точки отчаянно доказывают, что является потомкой амфорина. Да, поэтому там постоянно война был между этими двумя домами, а тут видите нам написали, что там вообще. Вот, поэтому видимо он забрендировал свой продукт. Что по этой лекции интересного запомнил? Ну, когда нас там спустили значит в такой подвал, там значит у них мензурки дают понюхать и рассказывают значит по поводу ингредиентов, которые они покупают. У них эти поставщики не меняются. И поставщики из Италии, например, да, там они покупают там или же жасмин. Дали понюхать, например, жасмин например, из какой-то там с Африки или там жасмин еще откуда-то. Разница есть. Потому что это как и вино. Оно вот и отличается всегда вот этот запах тоже от это как вино. Вы должны понять вот эти вот вещества тоже. Например, жасмин такого-то года из такого-то территории он будет пахнуть так-то. А жасмин вот такого-то года уже из другой территории он будет по-другому пахнуть. Это различается даже я человек с таким плохим носом и то запах чувствуешь что разница между этими жасмином или этим жасмином. они рассказали что из Италии у них есть там где они постоянно покупают. Цены значит на потом после этой экскурсии они заводят вас там в магазине есть такой маленький лавочка. Цены тоже там понюхать можно тестер полно всякие интересные парфюмы. цены я не сказала чтобы дешево ну где-то по 25 по-моему евро но что-то я запомнила что-то 40-35 вот такие цены на парфюмы. там у них там парфюмы например по знаку зодиака есть и шел что-то в таком духе. На самом деле рецептура оригинального запаха вплоть до конца 19 века хранились в сражающем секрете. После смерти изобретателя одеколона в 1766 секретом производства обладал только его племянник который впоследствии передал тайну одеколона своим сыновьям. Широкая общественная форма доступна только в 1897 году когда фабрика перешла по наследству Агану Мари Форини. До этого конкурентно форины знали только отдельные моменты производства например что для получения спирта использовали виноград привезенный из Южной Франции а готовую продукцию держали в специальных почках сделанных из кедра которые не придавали деколону посторонних ароматов. Видите какие секреты. Я говорю он алхимик он маг. Изобретение форина пользовалось большим спросом в высших кругах многих государств первый кто пристрастился к деколону стала королева Англии Виктории ее премьер последовали монархи большинство других европейских стран архивы фабрики содержат записи более 50 высокопоставленных заказчиков на кельска ароматизм ароматизм парфюм парфюм духи является более дорогим видом душистой воды содержания ароматизм 12-20% так и тут значит тут у нас это не надо тройной одеколон туда сел так ах вот интересно в первом плеяде российских парфюм стал я знаменитый тройной одеколон именно тот который мужчины частенько употребляли внутрь ну как бы вот и не удивляйтесь наполеон тоже употреблял полоскал горло а хозяйки использовали для обработки раны исследователи утверждают что первоначально он появился 17 назывался кельской водой европейская публика восприняла новинку и состав которых ходили эфирные масла на спиртовой основе как эликсир помогающий вылечить чуть ли не от всех известных недугов и этом есть в объяснении дело в том что в Германии началась эпидемия оспы предприятия производители одеколон стали снабжать каждую бутылочку инструкции мне было указано что чудодейственное не только исцеляет отряды заболеваний но прибавляет красоту ясно что после такой хитро умного маркетинга как мы уже сейчас это назвали одеколон расходился на ура кёнинская вода получила название тройной одеколон причастен французский император Наполеон Бонапар согласно его указу 1810 года рецептура всех лечебных препаратов должна была доступна широкой общественности однако производители кёнинской воды не были заинтересованы открытия секрета изготовления их продукта поэтому в её состав были добавлены ароматические составляющие в скором времени кёльская вода была объявлена парфюмом Наполеон одеколон чем понравился он привил любовь к душистой воде среди окружения так что во время российской кампании французы не расставались с флакончиками название тройной за одеколон закрепилось не случайно в её состав входили три главных компаний Бергамот Нироли Лимон Музей духов Кёльни на различных языках нажмите и значит увидите так что вот так вот ну сейчас маркетинг так например вы есть например средства для носа средства для глаз средства для того для всего это маркетинг чтобы вытащить из вас больше денег вот в принципе это продукт может быть один и тот же но может он и формула одна и та же но в разные упаковочки и люди значит как бы производители подстраховываются вот пишут вот такие инструкции вот а смысл тот что например один и тот же состав подойдет под много например вот у меня есть какой-то крем для тела да я его использую для губ хотя то же самое пузырек типа для губ мажьте губы но он стоит два раза дороже чем вот этот крем смысл-то понимаете дело-то в этом а то что он помогал ну естественно это спирт естественно и ранку можно заживить мажьи 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 мажьи